Энергетика без межу. Это доказывают уделники огульно-сетковые тренировки с уделом белорусских и российских энергетиков. Их задача – оперативная ликвидация махчимых массовых отключений у энергообъектов. Такие совместные вучения примаем Стеслав. Какие задачи ставят перед собой специалисты Галины и як их выконвают на практице, расскажет Олеся Рыбалка. Что случилось у вас? Проходной и высокий предохранитель перегорел. Едем устранять. Энергетики со Смоленску выезжают на ликвидацию надзвучайной ситуации. Пошкоджена подстанция. Машины идут одна за одной. У каждой бригады свои, уводные. И выконать их означает подтвердить свой класс. На совместной тренировке, кроме Смоленских, энергетики с Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Устранение повреждений на линии электропередачи, технику, которую мы применяем. Мы же подсматриваем друг у друга. А это, безусловно, сказывается и на нашей дальнейшей работе. Нелегкая задача, например, у мстиславских энергетиков. По легенде, в этом районе города отбился порыв линии электропередач. Два шматкватерные домы и котельня обесточены. Задача специалистов – подключить дизельную перасовочную станцию. Она будет работать до полного одновления работы системы. До речи, таких автономных крыльниц энергии становится у Беларуси все больше. И они подтвердили свою эффективность у питаниях энергетической безопасности. Только у Могилевской области их сейчас 17. Все, готово, включаем. Ликвидовать наступство стихии удалось и бригаде Склимовича. По умовах тренировки на этом участке, каля лесополосы, за шква лесного ветру, древо повалилось на проводы. Еще пять пограджают линии электропередач. Сколько времени необходимо для устранения вот этого ЧП? Вот этого ЧП в районе трех часов. Как бы оперативно нужна оперативность. Ситуации смоделировали и напереды дни досканала разобрали усе удельники тренировки. Это позволит у выпадку соправдной аварийной ситуации своечасово принять правильные решения. Третий год с уместных в учению подтверждает, что коллегам есть чему научиться один у одного. До приклада беларусов затекали опыт працы российских мобильных аварийных бригад. Их начали створать после первого жудостного ледяного дождя в Московской области в 2010 году. В прошлом году, в 16-м, в ноябре месяце ситуация повторилась. Также выпал ледяной дождь. Но благодаря той работе, которая с 2010 года полномерно ведется, последствия устранили в два раза быстрее, менее чем за неделю. Поэтому это, наверное, наиболее яркий пример эффекта, который достигнут. Оперативность ликвидации наступства у стихии, бадай, головный покажчик эффективности працы энергетиков. От этого залежит, насколько долго после аварии без света и тепла будут заставаться дамы, больницы, садки и школы. Особливо актуально это на переддни осенне-зимового периода. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона.